Где все эти террористы-то? И самое главное, ОДКБ может использоваться только в том случае, если эти террористы прибыли с территории другого иностранного государства, внешней агрессии. Где это государство? Как его зовут? И против именно этого государства тогда ОДКБ должен был действовать. А пока все это художественный свист, понимаете? Как и 20 тысяч террористов, 50 тысяч курьеров и прочее. Чепуха это все. А что на самом деле произошло в Казахстане? Народный протест против двукратного повышения цен на газ, который стал... Вы знаете, у нас вот люди из страны, они говорят, а что как-то неожиданно? Там протесты два года идут уже. Просто если нам было на это наплевать до сих пор... Ну, например, в прошлом августе 7 лет дали Ермеку Тайчебекову, казахскому общественному деятелю, за то, что он посмел сказать, что русские сыграли большую роль в развитии Казахстана. Такой вот классный, абсолютно демократический режим. 7 лет человек получил за высказывание. До этого были протесты в связи с возможной продажей земель китайцам в 2018 год. До этого были протесты 2020 года. Власть не слушала, не слушала, вот и докатилась. А в какой момент вот это социально-экономическое возмущение превращается в политический протест, в погромы, в мародерство и вот в эти вот разгул террористической активности? По крайней мере, то, как это представляют казахские, казахстанские власти. А вот это вот самый интересный вопрос. Первые три дня протесты шли абсолютно мирно. Юрту поставили там в центре городов, требовали, так сказать, вот отмены этого повышения цены, а ставки провисли. А вот как только протестующие, опять-таки мирно, стали требовать досрочных выборов, возврата Конституции 1993 года, вот откуда ни возьмись, появились некие группы товарищей пьяных в Дупельде, которые раздавали деньги, оружие, бухло. Вот это вот вопрос. Потому что в Женову Зене в 2011 году было точно так же. Абсолютно, да. И потом власть начинает говорить, ага, вот видите, вот вам эти все протесты. Еще, как германист, хочу сказать. Вообще руководство ГДР после объединения Германии пытались, знаете, за что судить? За то, что они якобы отдали приказ о стрельбе без предупреждения при пересечении границ ГДР и ФРГ. Выяснилось, что это ложь, конечно, да? Такого приказа не было. Но когда человек говорит, такая, стреляйте без предупреждения в своих людей, любой человек, служивший в армии, вам скажет, да, что при пересечении границы даже положено крикнуть, стой, кто идет там, выстрелить в воздух. Потом стараться стрелять по ногам, там, если это не помогает. А этот говорит, стреляйте без предупреждения. В кого? А насколько события в Казахстане связаны с транзитом, судя по всему, не очень удавшимся? Или удавшимся? В Казахстане нет никакого транзита. Назарбаев как оставался у власти. Он, кстати, между прочим, ушел в начале 19-го, после волны протестов 18-го года. Там тоже такие были. Он как был во главе государства, так и остается. До сих пор? До сих пор? Такаев – это человек для телевизора, да. До сих пор. Продолжение следует...